Но сознание своё надо направить к мыслям о высших мирах, или, как в религиях говорят, к Царству Небесному. Даже при переходе, если мы поймём, что далеко не всегда достойно мы здесь свои энергии употребляли, не всегда направляли их на высшее, если мы это осознаем и раскаемся, то в тонком мире легче будет найти путь к высшим сферам. Человек стремится всегда в высшие сферы, а вот человек, привязанный к Земле, земными интересами, остаётся надолго прикованным к низшим слоям астрального мира. Освобождённый тот, кто свободен от низких желаний, от сельских страстей, от желания остаться на этой физической Земле, у порога в тонком мире у стремления играет решающую роль. Стремление в высшие сферы даёт человеку силу отрыва от Земли. Освобождённый человек знает отрыв от Земли, знает всю радость творчества, красоты. Состояние человека при переходе в тонкий мир обуславливается причинами его собственного сознания. Изъяв из своей жизни самое тонкое устремление, человек не может гармонизировать свои вибрации, остаётся в пределах земных, то есть он не может войти в тонкий мир. Он остаётся как бы между, как вот самоубийца застревает, между тонким миром и физическим. Если, например, здесь человек жил только земными интересами, земными чувствами и побуждениями, земными делами, то там такие люди никак не могут сгармонизироваться, то есть найти себя с тонким состоянием. Ведь там все земные дела совершенно не нужны становятся. Неземные мысли, неземные интересы, неземные чувства. Не только пребывание в слоях земных, а, между прочим, в тонком мире тоже, ближе к нашему физическому миру, люди создали земные слои. Вот пребывание там, в этих близких к физическому миру слоях, даёт человеку тягость. Именно борьба между физическими эманациями и проблесками высшего магнита делает пребывание человека в низших слоях очень тяжким. Почему? Да потому что, с одной стороны, притяжение к земному, притяжение вниз, и в то время дух человека тянет его кверху. Вот от этого происходит сильная борьба и тяжкие страдания. По низшим слоям постоянно несётся вой, плач, всхрежет зубов. Именно безысходность становится уделом человека, лишённого тонких устремлений, высших устремлений. Пока тут живёт человек, он может искупить какие-то свои, так сказать, преступления, а в тонком мире уже нет. В тонком мире только можно их изживать. Если здесь мы можем себя воспитывать так, чтобы поднять себя в более высокие сферы, то в тонком мире, в мире следствий, если здесь у нас этот мир, сегодня для нас мир причин, то тонкий мир – это мир следствий. Вот там сделать уже этого невозможно. Там изменить себя невозможно. Там человек будет зависеть именно от того качества своих устремлений, которые наработал здесь. Поэтому земная жизнь, жизнь в физическом теле, в этом отношении имеет решающее значение. Здесь у нас поле для посева. Пространство низших сфер тонкого мира наполнено людьми, которые не искупили своей тёмной кармы, не искупили накоплений тёмных, злобных, когда они жили в физическом мире. Так насыщенный высшими устремлениями, человек не знает этих огненных мучений. Он быстро, как молния, пролетает низшие слои мира. Так пролетали эти слои и великие святые, и подвижники. А большинство задерживается, застревает в тонких сферах, в низших астральных слоях. Это материальная сфера тонкого мира. Человек, познавший при жизни мощь напряжения психической энергии, может рассчитывать на эту мощь и при переходе в тонкий мир. Люди становятся набожными, приближаясь к смерти, к переходу в тонкий мир. Они не замечают, что в таком поспешном задавривании они граничат с кощунством. И получается не осознание высшего мира, а поспешная плата за лучшее место в мире загробном. Между тем, приближение к высшему миру должно начинаться с пелёнок, с первых дней земной жизни. Не условные ритуалы, не красочные обряды, а сердечная молитва, без всяких посредников, делает прекрасный высший мир близким и насущным. Можно подходить к самому высшему с наполненной чашей своих лучших помыслов и чувств. Можно приносить лучшие опыты, ручаясь, что они направлены у вас к добру. И вот когда добро живёт в человеке, оно как раз и откроет все врата к миру высшему. Здесь, конечно, идёт речь о чисто формальных явлениях того или иного культа. Например, человек чувствует, что скоро уходить надо его отсюда. Скоро смерть его ожидает. И вот тогда он начинает спешно каяться, совершает какие-то обряды, призывает жреца, исповедуется ему, надеясь, что тут якобы отпустит ему грехи. И тогда он, умирающий, якобы перейдёт в какое-то очень хорошее место. За эти обряды он платит, естественно, не осознавая высшего мира, давая плату за лучшее место там. Когда отпевает на панихиде усопшего, то молится. Со святыми упокой Христе, Боже, душу раба твоего. То есть просят Бога поместить и упокоить усопшего со святыми. Но готов ли умирающий-то к этому огненному месту? Соответствует ли он тому уровню развития, на котором находятся святые? Конечно, не соответствует. Поэтому никакой Господь не может исполнить эти невежественные молитвы и поместить его туда, где он совсем никогда не был, и по своим энергетическим вибрациям просто не может быть в этих огненных обителях света. Поэтому рассчитывать на платный переход в высший мир, на то, что кто-то за него помолится, и это якобы ему поможет, совершенно нереально. Каждый человек сам определяет себе место, свое место в тонком мире. Сказано, что каждый человек носит в себе тайну. Лишь редко приоткрывается завеса прошлого, когда энергии тонко изобилует и в земном существании у человека. Здесь речь идет о тайне наших прошлых существаний. А мы действительно наши прошлые воплощения не помним. А помнить их опасно. Потому что в прошлом, как обычно, люди хуже были, чем сегодня. Иногда у некоторых людей бывают какие-то проглески. Но, в общем-то, мы сами для себя являемся тайной. Кто, кем мы были раньше? Кто из нас этого может сказать сегодня? Да практически никто, за исключением посланцев свыше. И только перейдя за грань земли, в тонкий мир, там человек частично просветляется в познании некоторой части своей собственной тайны. Это значит, что некоторые более духовные люди могут в тонком мире познать свои собственные тайны, вспомнив свои прошлые жизни. Замечательный процесс, когда тонкая энергия открывает чашу накопления человека. А ведь все абсолютно, вся память о прошлых жизнях находится в самом человеке и при нем всегда. Память внезапно озаряется, и прошлое встает во всей справедливости. Можно изумляться, насколько человек преображается в момент, когда он покидает земной мир. Называет это смертью. Но на самом деле это есть рождение. Потому жаль, когда тонкое тело пребывает долго во сне у человека. Особенно замечательный переход при сохранении сознания. То есть, когда не бессознательно, а сознательно человек переходит. Тогда можно ясно представить, как отваливается земная ветошь и встает нетленное накопление. Вот оно может оказаться истинным сокровищем. Ветошь земная – это смертная личность данного воплощения. У сознательных людей все это отваливается, забывается, и человек становится тем, что на самом деле он есть. Можно понять, почему такое тончайшее сокровище не может быть явлено среди грубых условий нашей земной жизни. В наших грубых условиях земного существования мы не можем вспомнить наши прошлые жизни. Они частично открываются нам с помощью тонких энергий, но уже в тонком мире. На самом-то деле, переход в тонкий мир должен по природе быть совершенно безболезненным. Но такое нередко случается. Люди совершенно не понимают, что они умерли, находясь в тонком мире. Люди, совершив земной путь, должны принять следующую фазу жизни совершенно естественно. Но они сами усложняют торжественную смену космической жизни. Они сами расплодили болезни, насылают их на своих близких. Они пытаются заразить все пространство, но только сами они могут вступить на путь очищения. Весь мусор, который они оставляют, разбрасывая везде, они будут сами же и убирать. То есть, расплодили свои болезни. Мы действительно их расплодили своими несовершенствами и нарушением законов космической жизни. Закон перехода в тонкий мир не сложен. Но человек, правда, с трудом осознает оставление материи. Человек, привязанный к Земле, облекается в астральное тело. Оно создает ему иллюзию Земли в тонком мире. А вот человек, вылетевший со стремлением наверх, он минует низшие материальные слои тонкого мира. Ибо астральное тело – это всего лишь мусор. Астральное тело – это тело всяческих физических желаний, страстей, вожделений, переживаний. А ведь на самом деле они все нам не нужны. И потому тем, кто все это преодолел, кто мыслит о более высоких сферах, он не может застрять в астральных слоях. Что такое мощи? Ну, о мощах вы все знаете. В живой этике сказано, что материя, которую носил высокий дух, ну, скажем, святой, там, подвижник, дает пользу большую, чем обычная, скажем, материя. Здесь говорится о физическом теле, который оставляет, скажем, святой. Мы по житиям святых знаем, какое благотворное воздействие производит их так называемую мощи. Вот эта плотская оболочка, оставленная святыми, подвижниками на востоке, на западе, они настолько очистили свои энергии, свои мысли, свои чувства, что физическая оболочка не подвергается разрушению и разложению, как у нас, например. Она остается и сохраняется, только усыхает, да, в некоторой степени. Мало того, мощи святых обладают целебной силой, поэтому к ним приходят и нередко исцеляются, им поклоняются. Именно только потому, что там остались энергии, энергии этих подвижников. Очень важно при переходе, последняя мысль, это последняя мысль, из которой отсюда уходит человек, она как бы создается в течение всей жизни. Это генеральная мысль жизни, генеральная мысль всего воплощения человека. Вот с этой мыслью, какова он у него, вот туда она его поднимает. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок